Давайте мы еще вспомним про один пункт, который очень важен. Да? Ой, я обгорела, ой, у меня там, значит, в поясницу вступило, то есть у пятой-десятой. Может быть, мы и не очень умеем следить за собой, когда следим за своими огородами. Поэтому радостно видеть в нашей студии, приглашаем его к нашему разговору, врача-реабилитолога, Петра Попова. Здравствуйте, Петр. А вы прям с сумкой к нам. Там, наверное, дефибриллятор. Не хотели оставлять в гримерке? Молоточек. Ну, не соленья точно, судя по объему. Да, 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 да. Я хочу сказать, во-первых, большое спасибо, что пригласили именно на эту передачу. Да, спасибо, что нашлось время. Да, потому что я в свое время работал в Воронежской области, в деревне, участковым терапевтом. И могу сказать, что весной и осенью пациентов не было. Только работала скорая помощь, потому что когда была посадка и когда был урожай, то люди просто ползли на участок, и, так сказать, никого никто не болел. Но я хочу сказать, что меня поразила одна женщина. У нее была очень тоненькая история болезни. Однажды она пришла ко мне. Я говорю, а вы как вообще занимаетесь сельским хозяйством? Причем великолепно выглядит, ей 70 с лишним лет. Да, говорит, я занимаюсь сельским хозяйством. Я говорю, а вы вот не болеете, у вас ни спина, ни суставы не болят. Говорит, вы так не ходите в поликлинику? Говорит, нет, у меня, говорит, есть тренажер, который мне подарила моя еще, говорит, мама. А ей рассказала об этом бабушка. Потому что, говорит, я не только занимаюсь сельским хозяйством, но я, говорит, еще самый лучший сад выращиваю. И цветник, это, говорит, я занимаюсь своим садом, а представляю, как сад растет и внутри меня. То есть такой психологический. Да, и подойти к подоконнику и обнять его. Да нет, нет, не обнять, сейчас покажу, Володь. Сейчас получится колоссально, кстати говоря... Подождите, я видел ваше видео, сейчас, подождите, и получилось. Не, 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 не пугайтесь. Вот этот тренажер. Вот этот тренажер. Что это такое? А это обычный войлок. Обычный войлок. Потому что обычно, когда люди занимаются, в какой позе удобнее всего заниматься на земле? Лежа. На коленях. На коленях, правильно. У меня коленец успален. Вот теперь я хочу сказать, я знаю, что сделать так, чтобы у вас колени не болели. Потому что она брала войлок, толстый войлок. С другой стороны, она обшивала так, чтобы он не промокал. И, кстати говоря, войлок единственный материал, который от того, что ты надавливаешь, начинает что делать? Разогреваться. Как интересно. Оставайтесь с нами, впереди еще столько деталей сразу после рекламы. Но мы продолжаем и остановились на прекрасном рецепте, очень простом и внятном. Будем беречь свои суставы. Раз. Правильно, я понимаю. Неправильно, абсолютно. Неправильно, да? Не беречь. Не беречь. Неправильно, лечить. А уже лечить. И оздоравливать. Конечно. Потому что войлок обладает уникальным свойством. Никто не задумался, почему даже в сырых валенках ноги не мерзнут. Потому что войлок от того, что на него надавливают, начинает разогреваться. Как пружина. Следующий момент. Что если брать вот такой войлок побольше, то можно очень удобно работать. Потому что на сырой земле, на холодной земле опасно работать. Вредно работать. А на войлоке получается, что ты одновременно занимаешься сельским хозяйством и оздоравливаешься. Ну скажите, Петр. Еще секундочку. Эта женщина пошла еще дальше. Она пропитывала этот войлок отваром крапивы и корня лопуха. И она говорит, Петр Александрович, я себя великолепно чувствую. Кстати говоря, мы сделали ей обследование сустава и позвоночника. Супер. У нее позвоночник и суставы, как у хорошей 30-летней или 40-летней женщины. Но вот смотрите, председатель общественной организации «Садоводы России» говорит, у меня правое колено передает мне привет. И что, просто вот этот войлок и все, как рукой снимет? Слушайте, я проводил занятия в Вологодской области. Причем вы можете даже посмотреть ролики и все, где люди и женщины, которые уже несколько лет занимаются вот теми советами, пользуясь которыми я даю, и великолепно себя чувствуют. Причем я сразу же хочу сказать, я не сторонник фитнесов, спортзалов, потому что я считаю, что занятие по-настоящему сельским хозяйством на участке это еще и не просто физическая нагрузка. Ребята, ну кажется, что неудобно. Подождите, ну мы с тобой давно не ковырялись в земле. Давно не ковырялись в земле. Хотя я фитнес хожу регулярно. Нет, вот это не как вам кажется. А если вот можно на грядке еще за собой, значит, волочь? Ну это не чнист. Так это не место для трудовых подвигов, не надо там упахиваться, надо работать в удовольствие. Потому что садовый участок нам дан для чего? Для того, чтобы получать удовольствие, для того, чтобы там отдыхать. А что может быть лучше нормальной физической работы в меру сил на свежем воздухе? Говорит человек, у которого колено болит. Итак, внимание, сейчас у меня к вам вопрос. Нарушаю иногда. Вот, я хочу показать, может быть, на своем примере, если можно, людям, которые, например, не так активно, как наши гости занимаются садовольческим товариществом, в смысле садовольческой вот этой деятельностью. Как правильно работать с землей, чтобы ни колени не болели? На земле. С землей. С землей? Я просто одет несоответствующе. А я там в дачном, я там в дачном программу приказываю. А у меня больше на дачника. То есть ты становишься просто на колени, как тебе удобно. Попробуй. Получишь еще удовольствие. Я боюсь, что это кусочек только для одного его колена. Для одного колена. Сейчас. Оп, сценарий никто не знал, они у нас. На колени. Вот. Так, а теперь как ползти? А вот теперь спокойно. А ползти, я хочу сказать, что очень хорошо, что у кого есть маленький животик. Это тоже не поменял. Я бы назвал бы это маленьким. То есть это вариант, когда ты еще как бы как на шарик ложишься и тихонько работаешь, растягиваешься между рядками. Растягивая позвонок. Володь, ну шикарно, шикарно. Вот. Где тут это, как ее нам? Черемуха. Черемуха вот так растет. Черемуха, черемуха. Тра-та-та-та-та-та. Давайте поговорим о действительно профессиональных болезнях дачников. Все-таки, наверное, ревматизм. Все-таки же действительно, да, отдел поясницы очень сильно задействован. И я хочу сказать, что вот это действительно не только шутка, что мы делаем тут войлок и все. Это действительно настоящее лечение. Потому что войлок... Ну, коленки хорошо, а как быть со спиной, поясница? Вообще, самая лучшая вещь, это просто брать пояса. Пояса из шерсти. Почему опасно сельское хозяйство именно в плане радикулитов всего? Потому что люди занимаются, увлекаются, потеют. И самое опасное, даже все вам скажут, что самое опасное – это сквозня. Ну, конечно. Легкий сквознячок, он незаметно, но он начинает давать спазм вначале поверхностных мышц, глубже, глубже. А затем он доходит до того, что начинается спазм внутри связок и сухожилий. Скажите, пожалуйста, а есть какой-то временной отрезок, который удачен для, скажем так, сельскохозяйственных работ? А свыше этого временного отрезка уже перебор. Время дня или сколько часов? Нет, нет, сколько длится, да, этот сеанс работы. Это рассвет – это закат. Я бы сделал другое даже, знаете. В свое время я ездил по разным странам, собирал методы лечения. И мне нравилось тогда, когда, например, люди активно работают, так как они восстанавливаются. И вот я вспоминаю, я был в Индии и видел, как грузчики такие, кули, носят огромные мешки с песком, мокрым песком. И причем носят с утра до вечера. У них никогда не болит спина. И вот когда я со своим товарищем таким, доктором известным, Лолитом Чукань, говорю, Лолит, а как они восстанавливаются? Говорит, у них есть уникальный бег. Бег куля. Что это такое? То есть человек, который сидит, занимается, у него идет сильное напряжение. Ведь статическое напряжение – это очень сильное напряжение. Кажется, что ты сидишь там, рассаду сажаешь. На самом деле у тебя все тело зажалось. А если ты этим еще несколько часов, а если еще там спотел и замерз, и все, ты встаешь уже как… Потом не забывайте так. И да. А в чем секрет-то? Я хочу показать тот бег, который может дать восстановление. Собственно говоря, я даже книгу написал. Я могу встать? Да, да, да. Прекрасно так. Вот сюда, вот туда смотреть. Все, прекрасно. И вот я смотрел, как эти грузчики, они с огромными мешками, песка такие, сухие идут по такому, по досочке. Идут, идут так тяжело, потом сбрасывают. А как же они идут обратно? Они идут так. Это легкая походка от гидро. Да, легкая походка. И, кстати, говорит, если бы он шел… Да, да, то есть все суставы расслабляются. Собственно говоря, я как раз и написал книгу о беге. Не о том, которым бегают обычно спортсмены. Потому что спортсмены и те, кто занимаются бегом, я считаю, что это не только неправильная вещь, а вредит. Потому что неправильный бег, а практически все бегают неправильно. Ну давайте вернемся к нам к простым, смертным, неспортным. Ну вот я хочу сказать, это бег, к которым бегают и дети. То есть дети бегают, не зажав плечи и бедра, а тихонько бегут. Ну бегите к нам обратно. Слушайте, Петр, ну на самом деле есть же еще большая проблема. Куда бежать? Нет, даже не в этом. Мы сейчас о здоровье же, о профессиональном здоровье. Сосуды, голова все время внизу, опасности инсультов. Вы знаете, я бы сказал другое. То, что я показал, вот даже то положение, в котором Володя находился. Ведь если у человека правильно расположена голова, то значит правильно расположены связки, сухожилия. А правильно это как? Опять показали. Алексей, на плечах. Сейчас будет танец, сейчас будет оздоровительный танец, наверное. Если человек стоит нормально, достойно, вот его положение. Голова слегка наклонена. Здесь все свободно. Здесь все свободно, плечи свободны, да. Кстати говоря, даже когда вы сидите здесь, вот, например, ведущие, да. Вот Татьяна сидит, вы сидите. Володя периодически тоже сидит. Вот у нас, посмотрите, человек, который занимает сельским... Посмотрите, как красиво, достойно. Что? Вы хотите на Андрея Туманова сейчас наехать? Вы перечислили все? Я сейчас Андрея подержу, потому что я тоже как бы уже... Я вот так, ну... Так, друзья. И поэтому... И поэтому... Если правильно заниматься сельским хозяйством, то это очень хорошее здоровье. Ну, здоровье здоровьем, подождите. На даче же еще всякие насекомые есть, а у нас новость о связи с клещами. Есть пять зафиксированных случаев укуса. Уже? Уже, да. И они какие-то такие, эти клещи. Веселые такие. Непростые. Конечно, подснежные. Такие сонные, такие... Середающие... Нцефалит. Ну, не нецефалит. Бралиоз. Бралиоз, да. Вот, спасибо большое. Вот, когда мы на вылочных, хитрах, значит... Ковриках. Ковриках. Рассаду там высаживаем в грудь. Как же нам обезопаситься от клещей? Я хочу сказать, что... Или там их не будет? Я думаю, что даже клещи... Ведь они в большинстве случаев сидят на деревьях, на кустах, на растениях. Чтобы им ползти по этому войлоку нужно очень-очень долго. А во-вторых, это серый волк. То есть вы верите в лень клещевую? Нет, я не верю в лень клещевую. Я верю, как сказать, в объективность и реальность. И поэтому, если ты занимаешься на войлоке, то хорошо видно, во-первых, когда там что-то ползет. И не только там клещ, еще что-то. Конечно, давайте я покажу, как это выглядит. Конечно, ты садишь на войлоке, вот у тебя земля, и потом ты что? Так, ну-ка, ты кто такой? Да ты меня вообще со спины и подбирался. Маленький такой, маленький. А я-то сюда смотрел, и он на войлоке чувствует, что войлок несется. А говорил, что не любит так. Потому что маленький клещуля. Войлок мне дал сигнал. Вам нужен большой кусок войлока. И я им накрою случай, испанец. Который не любит сельское хозяйство. Просто, вот я уже посмотрел на Володю, он уже полюбил. Потому что понял... Ему уже понравилось, да, на этом войлоке. Да, понравилось. Вы чувствуете, даже никто не заставил. Он сам уже стал, уже все. Да, Петр, почувствовали. Спасибо.